Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я рада вас видеть у себя на канале, вы смотрите Династия Ллойд, наших застройщиков, и у нас уже с вами суббота, практически 12 часов дня, да, учитывая то, что мы с ними очень поздно вернулись из волшебного мира, то, конечно же, спали они тоже долго, и Филберт у меня немножечко недоспал, но я решила, что лучше разбужу его сейчас, потому что, в принципе, у него много дел, как вы можете сказать, что это не так, что это не так. Если заметить, у нас уже накопился небольшой срач дома, да, а тем временем наш Филберт, конечно же, прекрасно понимает, что у него уже буквально завтра день рождения, завтра он уже станет окончательно взрослым, самостоятельным, молодым человеком, да, и поэтому, конечно же, конечно же, нужно привести дом в порядок, вообще нужно как-то позаниматься хозяйством, потому что это всё теперь на нём, это всё, этим всем должны заниматься, только он. Ой, слушайте, у нас ещё слёт скаутов сейчас, да, кстати, ребят, у нас, у нас, получается, только одной нашивки не хватает, это добрые дела, вот, и, конечно же, мне бы очень сильно хотелось, чтобы мы с вами добили, ну, потому что, ну, это очень жалко, серьёзно, если мы с вами не получим одну несчастную нашивку и не станем скаутами таким макаром, ну, мне кажется, что это будет прям очень обидно, поэтому, да, я бы очень хотела, чтобы мы с вами всё-таки добили добрые дела. Для этого может быть, кстати, к тётушке Диа и съездим в гости ещё раз, потому что у неё есть там малыш, прекрасный малыш, которого мы можем повеселить, с которым мы можем побаловаться, и таким образом, и таким образом получим нашу нашивочку. Да, ребят, на самом деле, я в этой серии бы хотела, учитывая то, что у нас, скажем так, предпраздничный день, так что давай, Филя, не грусти, надевай свою фирменную коронную улыбку с брекетами, твою просто очаровательнейшую улыбку со скобами, да, и я бы хотела, чтобы мы съездили и встретились, знаете, кем? А я бы хотела, чтобы мы с вами встретились с Ником Меркурием, вот, потому что он нам, в общем-то говоря, если вы помните, может быть, кто-то из вас помнит, он нам звонил и приглашал нас в бар поговорить кое о чём, и мне кажется, что Филберт с удовольствием это сделает, и почему бы это не осуществить сегодня, да, очень интересно, о чём же именно с нами хочет поговорить Ник, и я думаю, что мы совсем скоро об этом с вами и узнаем, в принципе. Так, ну что, ребята, мой маленький талантливый скаут уже вернулся со своего слёта своих, скажем так, со слёта своих собратьев, да, и тут он у меня уже приготовил вкусняшечку, я дала ему задание, чтобы он у меня приготовил тако-стофу для всех, поэтому, да, Грейс, давай, пожалуйста, что ты хочешь, обнять Нори, ну, отлично, давай обнимай Нори, а после этого иди перепутся. А, смотри, смотри. Да. Таким, в общем-то говоря, с аппетитом, с такой жадностью все эти свои дела хранила времени, что совсем не спросила, как у тебя дела, а у меня всё в порядке, я даже изучила несколько новых заклинаний. Ага. Ага. Так, значит, всё было не зря. И, слушайте, у него ушки передались от Ди, и вообще, такие интересные детки получились, мне прям нравится, суперкруто. Ну что, ребята, мы с вами прибыли на место, и сейчас у нас Филберт, конечно же, встретился с тётей Ди, да, вот так вот он прям до сих пор не переоделся из своего костюма скаутом, да ладно. Да, здравствуйте, тётя Ди, спасибо, позвонила Грейс, я слышал, да, давай только протекай своей рукой, пожалуйста, я тебя очень сильно прошу. Да, я думала, как у неё там дела, в общем-то говоря, может быть, вытянуть куда-нибудь её развеяться в какой-нибудь коктейль-бар, в общем-то. Пропустить стаканчик другой, а как вообще у вас дела, расскажи мне, вы уже были в этом, как-то там рассказывал мне в Мире Маги, да, тётя Ди, всё хорошо, не переживай, всё в порядке, у нас всё, в общем-то говоря, вроде как образовалось, она поговорила с человеком, с которым должна была поговорить, и, знаешь, у неё прекрасное настроение, чему я несказанно рад, и сейчас мы с ней вдвоём будем очень упорно заниматься и развивать наши способности. Поэтому, да, у нас всё прекрасно. Слушай, это так здорово, я на самом деле безумно за вас рада. Кстати, я прекрасно помню, если ты думаешь, что я забыла, то нет, дорогой мой, я прекрасно помню, что завтра кое-у-кого день рождения, да. Ну что, пригласишь старушку, тётушку, Ди, Аксель, разник, красное Феррари, конечно, я тебе не смогу подарить, но настроение подниму, это точно, по крайней мере, постараюсь очень это сделать. Конечно, тётя Ди, ты что, я для этого к тебе и приехала, дорогая моя, чтобы пригласить себя к себе на свой день рождения, который состоится уже завтра, поскольку ты очень важный человек для меня. Поэтому я хочу, я буду очень рад, если ты, если твоя семья, если вы сможете побывать на моём празднике, я просто, я буду безумно польщён. Так что да, официально вас приглашаю посмотреть на то, как я завтра стану официально взрослым гражданином нашего мира, что скажешь. Я смотрю на это просто с огромным удовольствием, мальчик. Боже мой, даже не верится. Я ведь ещё познакомилась с твоим папкой, когда тебя ещё даже в планах не было, а тут уже ты становишься совсем таким взрослым, уже настоящим молодым человеком. Это просто что-то невероятное. Я безумно за тебя рада, и, конечно же, я завтра приду. Ну вот и отлично, вот и замечательно. Мы пригласили тётю Диу к нам домой. Давай мы её обнимем тогда. Вот, давай, пожалуйста, обними тётю Диу. Так, стой, куда пошёл? Так, надо какой-то нарядик, что ли, подобрать на завтра праздничную. А то как это у моего дорогого, любимого Филберта завтра такой праздник жизни. Надо как-то одеться покрасивше, что ли. Да, спасибо, тётя Диа, что придёте, я буду очень рад вас видеть. Да, конечно, ты что? Слушайте, а в Бри Бэе тут как атмосферно сегодня, вы только посмотрите. Обалдеть, ребята, гляньте, какая атмосфера. Прям как в этом, прям как в ужастике каком-то, знаете, такие немножечко туманные виды, да. И вот эти вот деревья такие уже облезшие, обсохшие, такие вообще, слушайте, класс, как колоритно. Слушайте, в Бри Бэе, конечно, очень клёво, мне прям нравится. Каждый раз тут такие колоритные виды, каждый раз что-то неповторимое. Это прям очень круто, мне очень нравится. А пока что мы, наверное, всё-таки уже будем отправляться. Да, давайте отправимся вместе с Ником в барчик. Да, не берём, конечно же, с собой наше семейство Гротта, берём с собой только Ника. Кстати, вот вы можете здесь видеть Патрицию. И как вы можете заметить, она изменила свой стиль немного, да. Да, я Патрицию переодела, прям так тотально переодела вот Патрицию вместе с Ником. И мне кажется, что она теперь стала ещё краше. В общем, бы хотелось, чтобы мы посмотрели вместе с вами на неё. Вот, и я думаю, что это уже можно произойти совсем скоро, когда мы поступим в университет. А в университет, я думаю, мы будем поступать не одни, а прям целой компанией. И я думаю, что эта компания, ну, по крайней мере, вот сейчас я уверена, что эта компания будет состоять как минимум из четырёх человек. Это, конечно же, наш Филберт, это Ник, это Патриция. И я думаю, что мы вместе с собой ещё возьмём и Грейс. Да, поскольку Грейс у нас недоучилась в университете, из-за произошедших в её жизни не очень приятных событий, она бросила учёбу. И я думаю, что она с огромным удовольствием бы хотела её продолжить. Да, поэтому я думаю, что мы вот такой вот компашкой отправимся учиться. Вот, ещё подумаю я куда, посмотрю, подробнее поизучаю программы, которые будут у нас предлагаться. Ну что ж, ребята, мы прибыли вместе с Ником в бар, да, в ночной клуб Синий Бархат в родном городе Ника, это Уиллоу Крик у нас. Вот, и да, наконец-таки мы сюда прибыли. Конечно, от Филберта уже исходит небольшой душок, небольшое омбре, так скажем. Поэтому я думаю, Филберт сейчас у меня говорит Нику, ну вот, мы с тобой наконец-таки встретились, я очень рад тебя видеть. Да, взаимно, я тоже очень рад тебя видеть. Так, о чем ты хотел со мной поговорить? Вот, я не знал долго, куда нам выбраться, потому что погодка сегодня довольно-таки прохладная, ещё и облачная. Ну да, но знаешь, мы и привыкли. Я с тобой хотела обсудить одно дело, важно, это касается не только, в общем-то говоря, меня, это касается также Патрицы и тебя. Меня, это серьёзно, ладно, окей, я понял, хорошо, надеюсь, всё в порядке. Да, ты знаешь, в принципе, всё в порядке, ты не волнуйся, просто я хотела с тобой обсудить один вопрос. Да, ну, окей, окей, хорошо, я понял. Филберт у нас, посмотрите, настроился так совсем посерьёзки, думает так, что, что, что случилось, что я уже не так сделал, что произошло, почему со мной хотят серьёзно поговорить, сейчас всё предскажут. Ну, хорошо тогда, Ник, без проблем, я, с твоего позволения, сейчас зайду в уборную, хочу немножечко себя в порядок привести, и после этого, после этого давай тогда с тобой встретимся у барной стойки, и там уже поговорим, да? Без проблем, дружище, как скажешь, я тогда буду тебя ждать. Окей, окей, супер, давай, пошли, 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 пошли. Итак, у нас на лане, а не, ой, на лане, слушайте, я думала по прическе, по цвету кожи, что это на лане, но с вообще не на лане, слушайте, какая симка прикольная, и как тебя зовут? Сима Анант, слушайте, опять сгенеренная игра симка, обалдеть просто, откуда вы такие повылазили, вот мне всё интересно, давай вымойте руки, вот, будем сейчас, конечно же, приводить себя в порядок таким вот чудеснейшим способом, который знают все апокалиптики, да, и даже не те, кто играет, а те, кто хотя бы смотрел хоть раз апокалипсис, те знают о таком прекрасном методе, а кто это у нас такой? Это что, мне кажется, кто-то? Кэнди Лишен, А, не, я перепутала со спины, думала, что это кое-кто другой, это у нас Кэнди Бэр, на самом-то деле, просто она вышла замуж за Лишена, так, и тут у нас тётушка Эшли, кстати, Эшли Магорен у нас тут появилась, слушайте, сегодня какой-то вечер привидения или что, я тоже не знаю, так, а Ник у нас перед серьёзным разговором прям упал, джал, всё это интересно, да, кстати, Ника я тоже переодела, Ник у нас, как вы можете заметить, есть такой молодой человек, знаете, он вот больше за классику, вот он прям любит классический стиль и одевается вот так вот более по-официозному, скажем так, ну прям так галантно, по-джентльменски, да, ну и, конечно же, как настоящий джентльмен Ник у нас пришёл шариться в мусорке, так, ну что, ты у меня помыл ручки, да, ты себя отлично чувствуешь, давай тогда заказать напиток, напиток для группы, вот, давай мы с Ником закажем себе по чему, давайте возьмём, знаете, что хочу, светлый Эль, вот, да, Филбэль, давай мы с тобой немножечко отойдём подальше, а то тут много людей, я бы всё-таки хотела с тобой лично переговорить, слушай, ну сколько лично, слушай, что там уже случилось, Ник, ты, ты даже меня уже начинаешь пугать, о чём ты так лично хотел поговорить, да ещё и в туалете, о, ребята, ну всё, если, если это разговор в туалете, то это всё, это уровень конфиденциальности должен быть просто стопроцентный, тут должен решаться вопрос просто жизни и смерти, потому что симы запираются в туалете на разговор только в самых крайних, в самых, в самых ужасных случаях. Ну что, наконец-таки я усадила этих двоих, боже мой, наконец-таки, они заняли у меня нормальное положение, сейчас поговорят по душам, как люди, да, вот, и как раз тут у нас очень, очень так даже, знаете, атмосферненько получается, такой вот камин, и сидят два молодых человека, прям, Ник вообще так напоминает мне сейчас очень сильно Шерлока Холмса какого-то, да, только Филберт наш совсем не доктор Ватсон, но да ладно, Ник, я надеюсь, что беседа всё-таки сложится. Да, слушай, Ник, я уже начинаю пугаться, мне кажется, что я как-то сделал что-то плохое, как будто я краб какой-то несчастный, ты мне скажи, у вас точно всё в порядке? Это точно не какой-то страшный вопрос, и у тебя точно нет ко мне какого-то очень-очень серьёзного пугающего тела, потому что я действительно переживаю, после того, как увидел твоё серьёзное лицо, и как ты, в общем-то говоря, сказал, что у тебя ко мне серьёзный разговор, нет, нет, всё в порядке, ты даже можешь не переживать, отвечает у нас Ник, просто этот разговор касается человека, которого я безумно люблю, это моя сестра, поэтому это действительно, этот разговор именно поэтому становится очень важным для меня, так как он касается единственного родного для меня человека, который у меня сейчас остался, и да, поэтому я бы действительно хотела обсудить это с тобой, да, конечно, давай поговорим, а что, что, с Патрицией что-то не так, что-то случилось, да почему у тебя всё одни какие-то плохие мысли в голову лезут, что-то случилось, да что-то случилось, нет, всё в порядке, ну тогда говори уже скорее, я не знаю, что и думать, Ник, просто выложи всё, просто понимаешь, Филберт, дело в том, что Патриция, она очень привязалась к тебе, она действительно очень к тебе привязалась, очень прониклась тобой, ей нравится с тобой общаться, и я не знаю, что сказать, потому что моя сестра, она все уши от тебя прожужжала, о том, какой ты хороший парень, о том вообще, какой ты толковый, и ты знаешь, она недавно мне сказала, что она уже не хочет принимать приглашение и поступать на факультет работы техники, как она думала изначально, она бы хотела заняться чем-то другим, и она мне сказала, что она бы очень сильно хотела поступить в университет одновременно с тобой, и знаешь, она бы уже давно могла начать своё обучение, но она решила его пропустить, и ты знаешь, я не то чтобы был как-то против, просто, знаешь, мне кажется, что, возможно, ты немножечко, возможно, ты немножечко зимоват, ты только не обижайся, ладно, просто давай с тобой поговорим, скажем так, по-мужски, как есть, ну, хорошо, конечно, да, я понял, давай с тобой поговорим, только я немножечко, я, если честно, не очень понимаю, к чему ты клонишь, ну, ты знаешь, я очень люблю общаться с Патрицией, она просто обалденная девчонка, очень толковая, очень умная, очень интересная, весёлая, и вообще, я думаю, что не только я, да и, впрочем, так говоря, об этом знают все, кто хоть раз с ней встречался, почему, почему вообще мы сейчас об этом разговариваем, у тебя что, есть какие-то чувства, у тебя что, есть какие-то мысли по поводу того, что она может там что-то как-то испытывать, ну, ты знаешь, а почему бы и нет, я не говорю ни в коем случае, что ты плохой парень, ты вырос в хорошей семье, которые прекрасно знали мои родители, с которыми, в общем-то говоря, родители мои дружили очень сильно, и они всегда прекрасно отзывались о семействе Ллойдов, поэтому я уже априори к тебе очень хорошо отношусь, я вот что хочу сказать, ты знаешь, я думаю, ты прекрасно в курсе, что ты помладше будешь, чем Патриция, и да, я не против, я ни в коем случае не имею ничего против, хотя я еще вообще ничего не знаю, может быть, я просто надумал себе, ну, знаешь, просто она так все время о тебе говорит, и меня все-таки очень удивил тот факт, что она решила не поступать на факультет робототехники, хотя сама, кстати, она боится тебе об этом рассказывать, поэтому я решил поговорить с тобой, скажем так, по душам, в общем-то, ты просто не обижайся, ты пойми, я очень люблю свою сестру, я желаю для нее только самого лучшего, и я переживаю, что просто ты можешь быть немножечко, знаешь, еще немножечко зеленоват, в принципе, у тебя же еще никогда не было вообще никаких отношений, насколько я знаю, и, в общем-то, скажу сразу, я не позволю, я не допущу того, чтобы моя сестра просто стала для тебя каким-то развлечением, развлечением и поводом, чтобы просто провести хорошо время, понимаешь? Я бы очень хотел, чтобы у моей сестры не было никаких душевных травм, я просто в шоке, мне кажется, ты очень сильно как-то преувеличиваешь, вообще, с чего ты взял, что у Патриции могут быть ко мне какие-то чувства, но это же просто абсурд, ну, посмотри на меня, ты же сам сказал, что я младше ее, я совсем зеленый, я уверена, что я не так уж ей интересен, просто, ну, как бы, да, у нас схожие есть интересы, действительно, и я очень рада слышать, что она хотела бы поступать вместе со мной, я с удовольствием поступила вместе с ней в одно заведение, мне кажется, что ты действительно преувеличиваешь, мы просто друзья и ничего больше, и, конечно же, ты можешь быть уверен в том, что я никогда не причинил бы ей никакого вреда, я никогда бы не сделала ей ничего плохого, я очень серьезно к ней отношусь, она замечательная девушка, еще раз скажу, поэтому, мне кажется, ты зря это вообще затеял, ты что, какие у нее могут быть ко мне чувства, я же еще совсем сопляк по сравнению с ней, ты знаешь, сопляк не сопляк, а я все-таки вижу свою сестру, и после разговоров с тобой, после того, как вы встречаетесь, она очень-таки воодушевленная, знаешь, поэтому я решил просто тебя предупредить, что, если что, ты знаешь, что она ее сестру, мой брат, который, если что, о ней позаботится и не позволит никому ее обижать, хотя я, опять-таки, опять-таки, очень бы не хотел, чтобы ты на меня обижался, но я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, я действительно понимаю, о чем ты говоришь, и я не обижаюсь на тебя, вот ты поступаешь очень, в общем-то говоря, заботливо по отношению к ней, очень правдиво, поэтому я прекрасно понимаю тебя, не обижаюсь на этот случай, но ты, наверное, что-то себе, опять-таки, скажу, ты, наверное, что-то слишком перефантазировался, я просто более чем уверен, что у нее нет никаких ко мне чувств, и просто друзья, мы просто хорошие друзья, нам нравится вместе общаться, и да, я обязательно поговорю с ней по поводу того, чтобы мы поступили с ней, возможно, в одно место, чтобы мы с ней в университет, я буду только за, я уже практически определился с тем, куда хочу поступать, и куда же, если не секрет, я, может быть, расскажу ей как раз-таки сегодня, да, она прекрасно знает, что мы с тобой сегодня видимся, но только не знает зачем, ну, ты знаешь, я бы очень сильно хотела поступить на факультет психологии, и на самом-то деле, возможно, я бы хотел, знаешь, мне кажется, что я бы даже хотел работать преподавателем, поэтому мне кажется, что я бы хотел двигаться именно в этой сфере, поскольку мне, знаешь, очень действительно интересно познавать людей, мне очень интересно разбираться в человеческих эмоциях, чувствах, и учиться, например, контролировать свои эмоции, чувства, поэтому я думаю, что я буду двигаться куда-то туда, вот, поэтому, да, можешь ей сказать, если что, ага, ну, хорошо, я понял, понял, ты знаешь, она действительно тоже привлекается психологией, опять-таки, так много у вас общего, так много общих интересов, ну, хорошо, хорошо, допустим, я понял, я надеюсь, что между нами никаких не осталось, недомолвочек, да нет, все в порядке, да, на самом-то деле, вот, вот что у нас сказал Ник, и вот что он хотел сказать нашему Ферберту, Ник у нас очень парень такой, знаете, серьезный, и, возможно, кое-где даже, кое-где даже такой довольно-таки суровый молодой человек, поэтому он решил просто заранее на всякий случай, так, скажем так, вообще мимолетно, между делом, предупредить нашего Ферберта о том, что, о том, что, если что, как бы он защитит свою сестру, и, в общем-то говоря, не позволит ее никому обижать, даже если это будет наш Ферберт, друг семьи Меркуриев, да, в общем-то, вот, вот Ник, он такой, он такой, он как бы, он защитник, он единственный остался кормилец в семье на данный момент, уже отец его, Галифакс, давным-давно умер, поэтому он привык, точно так же, как и Ферберт, кстати, он привык, что все нужно таскать на себе, что все нужно нести на своих плечах, и заботиться нужно о тех женщинах, которые рядом с ним были, это его мама, его сестра родная, ну вот сейчас мама ушла, и вот осталась одна единственная родная душа, это его сестра, и, конечно же, он, знаете, как такой, как цветочек, как нежный цветочек, красивый, хороший, он будет его оберегать, будет о ней заботиться, и он очень сильно не хотел бы, чтобы ее кто-то обижал, и он прекрасно также подметил то, что у его сестры действительно есть какой-то интерес к Ферберту, что ей очень нравится с ним общаться, что она действительно очень часто упоминает его в разговорах с Ником, и да, действительно, она отказалась поступать на факультет робототехники, ей было предложено это в связи, да, ей предлагали поступать туда бесплатно, но она решила отказаться, и за свои деньги выбрать то, что интересно лично ей, и вот так вот между делом она сказала Нику о том, что в принципе они могли бы поступать вместе, и почему бы, например, не поступить вместе с Филбертом, почему бы не поступить вместе с Филбертом, ведь он такой клевый парень, ведь он такой толковый, мне кажется, да, и Патриции кажется, что вполне себе могли бы они стать отличной студентской компанией, и вот в этот момент Ник начал все это сопоставлять, начал немножечко задумываться, немножечко опасаться, потому что действительно наш Филберт, Ну, очень зелёный, но очень ещё молодой, ну и к тому же он такой, знаете, он, конечно, парень серьёзный, действительно серьёзный, но в то же время он такой немножечко, ну, не то чтобы, нет, он не легкомысленный, но он любит, как бы, он не против, почему бы и нет, почему бы не поразвлекаться, пообщаться с разными девчонками, вот, но чисто, конечно же, по-дружески, он у нас ни в коем случае не серийный романтик, как бы никакого умысла злого в этом нету, ну, а для Ника это, как бы, просто такой тревожный звоночек, скажем так, поэтому он решил его просто предупредить, чтобы Филберт, если что, притормозил коней и даже не вздумал обижать Патрису, иначе будет всё очень-очень плачевно, но, конечно же, Филберт не будет ни в коем случае Патрису обижать, потому что он безумно хорошо к ней относится, я думаю, вы это все прекрасно знаете, Да, и Филберт сейчас думает, неужели действительно Патриция, да нет, да быть того не может, Ник просто сам себе что-то придумал, выдумал, я должен его убедить, что всё в порядке, что у него никаких ко мне чувств нету, это же просто ерунда какая-то Да, ну что, давай тогда попрощаемся уже вместе с Ником, обязательно передай Патрицией, что я с удовольствием рассмотрю то, чтобы поступить с вами в один универ, мне кажется, действительно, это было бы очень круто, так что, да, я с огромным удовольствием Да, спасибо тебе, приятно было поболтать, ты, пожалуйста, Ник, я тебя умоляю просто изо всех сил, ты только ничего себе не надумывай, ладно Ты вот сейчас просто занимаешься ерунда, честное слово, мы с Патрицией друзья и ничего больше, ну посмотри на меня Ну как, я мог ей понравиться, ну это же бред собачий просто Я тебя просто умоляю, ты даже не смей ко мне её ревновать, потому что, ну правда, ну это как-то совсем неловко и как-то совсем несерьёзно Я очень рада, что ты действительно оказался толковым парнем, знаешь, возможно, я вот даже соглашусь с Патрицией, действительно, ты очень толковый И я действительно рад, что мы с тобой вот так вот хорошо общаемся, поддержим отношения Ну что, ребята, вот так вот прошёл наш вечер в компании с Ником Меркурием, да, поэтому я думаю, что в принципе уже почти 12 ночи Уже можно нам отправляться домой Слушай, Дуэйн, ты такой прям стал, ты такой прям стал шкаф, я тебе скажу, или ты был такой? Не, ну вроде таким не был, слушайте, но очень прикольный сим, конечно А помните? А помните, как я хотела, чтобы у него с Джулией была романтика? А нифига не вышло, Джулия вообще не думала ни на секунду просто Не задумывалась, не хотела с ним ни флиртовать, ни вообще ничего Да, вот так вот Ну что, ребята, наш Филбер только что вернулся домой И да, он тут вот меня, как вы можете заметить, такой немножечко прибалдевший, конечно, после этого разговора, который состоялся у него с Ником Меркурием Да, и он думает, боже мой, с чего, вот просто я не могу понять, с чего он мог взять, что я понравился Патриции Ну это же, ну это же просто бред какой-то, вообще такой странный разговор, с чего он вдруг решил так меня предупредить Я же вроде её не трогал, не обижал, вообще ничего не понятно Короче, да, наш Филберт просто в одних сплошных непонятках Не знает, что делать ему с этим всем Да, ну думает, наверное, наверное стоит мне отправиться спать Или даже, не знаю, немножечко провести время с собаками и потом пойти спать Завтра ответственный день Да, завтра у нас ответственный действительно день Очень-очень ответственный Давай мы действительно побалуемся Вот, побалуемся с Нори, кстати, почему бы и нет И потом ещё можно с Айкой тоже провести время Да, Грейс у нас тут занимается садом Да, всё в порядке Как бы с этим она и не знает Знать не знаю, что там Что там Филберту нашему чуть не ли угрожали Да, хотя опять-таки хочу вам сказать, что Никакого злого умысла, скажем так Никакой угрозы от Ника не исходит в нашу сторону Он просто, просто как брат Он просто предупредил на всякий случай И решил предупредить И больше не верю Вот, вот и всё А так как это прозвучало, ну, знаете Знаете, вот он просто решил сказать так Чтобы было, как бы, безвокосно Сразу всем понятно Вот, поэтому, возможно, это как-то угрожающе Никак его обижать не будет Если Филберт не будет обижать Патрицию То Никак его и пальцем не тронет А я думаю, мы все с вами прекрасно знаем Я надеюсь, что вы тоже знаете Как и я Что Филберт никогда в жизни Патрицию не обидит Никогда ей не сделает ничего плохого Поэтому, поэтому беспокоиться вообще не о чем Ну да Я думаю, что уже я буду заканчивать на этом нашу серию И за кадром я думаю, что я поизучаю факультеты И вообще специальности, которые у нас есть в университетах Которые предлагают наши разрабы И после этого уже будем планировать наше поступление Наше групповое поступление Да, поступать мы будем вместе с нашими друзьяшками Нашей компанией целой дружной, веселой, замечательной Так что да В следующей серии В следующей серии мы узнаем Какую еще третью черту характера Дадут нашему Филберту Что ему достанется И каким он у нас станет в итоге Какой он у нас личностью сформируется Я надеюсь, что все пройдет хорошо Что он вдруг не станет каким-то там Я не знаю, где-то ненавистником Вот, ну в общем-то говоря Посмотрим, посмотрим уже совсем скоро Все случится Ну а пока что я буду с вами прощаться Уже на этом Всем огромное спасибо за внимание Всем до новых встреч И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok